здравствуйте мои подписчики и гости канала представляю вашему вниманию видео лекцию по теме машинно-аппаратная схема линии производства твердых маргаринов в основе технологии получения маргарина лежат процессы переохлаждения маргариновые эмульсии с одновременной механической обработкой схема получения продукции может включать различные технологические операции в зависимости от того в какой товарной форме будет выпускаться готовая продукция твердой наливной или жидкой технология твердых маргаринов предполагает следующие процессы дозирование смешения с получением грубой эмульсии переохлаждения совмещенная с механической обработкой в интервале температур близких температуре застывания жировой основы маргарина структурирование в кристаллизаторах и фасовка технология мягких наливных маргаринов основывается на процессах получения эмульсии для низкожирных маргаринов предусматривается двухстадийное эмульгирование пастеризация эмульсии переохлаждение ее с одновременной механической обработкой пластификации путем декристаллизации и кристаллизация переохлажденной эмульсии и фасовки получение продукции в жидком виде исключает операции кристаллизации, фасовки продукция в переохлажденном текучем состоянии отгружается в автоцистернах для выработки твердых маргаринов применяют линии как импортные фирмы johnson так и отечественные А1GLP и А1GLK производительность линии в целом лимитируются суммарной охлаждающей поверхностью цилиндров переохладителя и производительностью фасовочных автоматов при изготовлении маргариновой продукции непрерывным способом большое значение имеет дозирование жировой и водно-молочной фазы на большинстве заводов осуществляется автоматическое дозирование рецептурных компонентов по заданной программе что позволяет стабилизировать состав продукта и повысить его качество дозирование по массе обеспечивает точный набор компонентов рецептуры и сокращение числа работающих для осуществления дозирования по массе баки с жировой и водно-молочной фазами устанавливаются на весах с прямоугольной рамой на которой на рычажных системах закреплены два бака взвешивания каждая рычажная система подсоединена к тензометрическим весовым датчиком при этом а рафинированные жиры эмульгатор из бака 9 насосом 10 масло растворимые добавки краситель ароматизатор из бака 11 насосом дозатором 12 подаются в бак 14 установленный на весах а молоко из бака 6 насосом 5 вода из бака 3 насосом 4 солевой раствор из бака 1 насосом 2 водорастворимые добавки сахар и прочее из бака 7 насосов 8 перекачиваются в бак 15 установленный на весах бак 15 для взвешивания водно-молочной фазы цилиндрической формы с коническим или наклонным дном и центральным выпускным отверстием в верхней части бака расположены четыре впускных патрубка три из них служат для основных компонентов а четвертый предназначен для дозирования водных добавок бак 14 для взвешивания жировой фазы снабжен водяной рубашкой в коническом наклонном днище расположено центральное выпускное отверстие в верхней части бака имеется 6 впускных патрубков пять из них используют для подачи жировых компонентов а шестой для дозирования добавок кроме весового дозирования может применяться объемное дозирование с помощью насосов-дозаторов двух типов бесклапанных и клапанных бесклапанные насосы дозаторы относятся к поворотно-поршневым насосом они укомплектованы несколькими дозирующими цилиндрами с поршнями различных диаметров и общим двигателем количество поршней соответствует количеству рецептурных компонентов объем жидкости подаваемые каждым поршнем регулируется специальным устройством меняющим ход поршня клапанные насосы дозаторы многоступенчатые преимуществом объемного дозирования является возможность использовать один насос дозатор для нескольких технологических линий жировую основу и водно-молочную фазу готовят и дозируют отдельно поэтому они должны быть хорошо смешаны взвешенные компоненты насосами 13 и 16 направляются в первые два смесителя 17 водно-молочную фазу вводят в смесители при температуре 15-20 градусов цельсия а жировую при температуре на 4-5 градусов цельсия выше их температуры плавления смешение осуществляют при одновременном темперировании смеси при температуре 38-40 градусов цельсия что важно для последующего эмульгирования при смешении также достигается предварительное эмульгирование смешение а производят в вертикальном цилиндрическом смесители который имеет корпус 10 с днищем 1 расположенным с уклоном к спускному патрубку 12 на крышке смесителя 5 смонтированный редуктор 6 и электродвигатель 7 которые крепятся на раме перемешивание эмульсии длится 15 минут при этом ее подвергают рециркуляции для этого в схеме установлен а рециркуляционный насос в 18 а смесь подается через штуцер 8 внутри цилиндрической части смесителя имеется винтовая мешалка 2 частота ее вращения 99 сотых секунду минус 1 параллельно образующим внутри цилиндра переплетены отбойники 9 которые не позволяют смеси закручиваться по ходу вращения мешалки смеситель снабжен пароводяной рубашкой 3 вода из рубашки переливается через патрубок 4 и регулятором уровня 11 смесители такого типа применяют в непрерывных схемах производства твердой маргариновой продукции температура в смесителях устанавливается в зависимости от рецептуры приготовленную смесь насосом эмульсатором 18 направляют в третий смеситель 17 отсюда насосом 19 через двойной фильтр 20 она подается в уравнительный бак 21 передача эмульсии в четырехцилиндровый переохладитель 23 осуществляется при помощи насоса высокого давления 22 при охлаждении маргариновой эмульсии происходит сложный процесс кристаллизации и реокристаллизации с переходом менее устойчивых кристаллических форм метастабильных через промежуточные к устойчивым стабильным кристаллическим модификациям так называемое явление полиморфизма при этом жидкую маргариновую эмульсию охлаждают и кристаллизуют строго контролируемых условиях и полученный таким образом о пластичной массе придают необходимую товарную форму важнейшие качественные показатели готовой продукции консистенция диапазон пластичности температура полного расплавления определяются кристаллической структурой жировой основы типы образующихся кристаллических структур обозначают буквами греческого алфавита альфа бета штрих бета альфа наиболее низкоплавкая менее устойчивая метастабильная форма бета штрих средняя бета наиболее высокоплавкая стабильная формирование кристаллической структуры маргарина зависит от следующих факторов первое скорости охлаждения при значительном увеличении скорости охлаждения образуется неустойчивая кристаллическая модификация второе скорости перемещения при быстром перемешивании образуется более мелкая кристаллическая структура третье содержание насыщенных и ненасыщенных глицеридов чем больше в жировой фазе ненасыщенных глицеридов тем больше образуются неустойчивых кристаллических модификаций при медленном охлаждении маргариновой эмульсии происходит последовательная кристаллизация глицеридов в соответствии с их температурой застывания в результате образуются крупные кристаллы характерные для наиболее высокоплавкой устойчивой кристаллической бета-формы которая обуславливает неоднородность структуры придающие продукты грубости вкуса мучнистость мраморность и так далее в процессе хранения маргарин приобретает хрупкость и происходит дальнейшее упрощение структуры при быстром охлаждении наблюдается переохлаждение системы и образование кристаллов начинается при более низкой температуры чем температура застывания при достаточно высокой скорости охлаждения температура понижается до такой степени что становится возможным образование более низкоплавких менее устойчивых кристаллических форм в этом случае в первой фазе кристаллизации когда молекулы глицеридов переходят из жидкого состояния в твердое образуется кристаллическая решетка с наиболее низкой температурой плавления альфа форма под действием сил межмолекулярного взаимодействия молекулы кристаллической решетки сближаются и метастабильная альфа форма самопроизвольно переходит в более стабильные формы при этом выделяется скрытая теплота кристаллизации и температура системы повышается кристаллы жира в маргарине обычно присутствуют в бета-штрих форме переход в бета форму отрицательно влияет на консистенцию маргарина из-за образования более крупных кристаллов этот переход может произойти в случае хранения маргарина при повышенных температурах кристаллические решетки маргарина при колебании температуры могут подвергаться фазовым превращением другого типа рекристаллизации в результате происходит перегруппировка кристаллов сопровождающиеся снижением легкоплавкости за счет перехода низкоплавких триглицеридов смешанных кристаллов в жидкую фазу и обогащение твердой фазы высокоплавким компонентом для достижения однородной структуры маргарина после глубокого охлаждения необходимые интенсивное перемешивание и относительно длительная механическая обработка при этом мелкодиспергированные кристаллы твердой фазы образуют в жидкой фазе коагуляционные структуры кристаллизация без предварительного перемешивания приводит к возникновению кристаллизационно-коагуляционной структуры поэтому в современных схемах производства маргарина после переохладителя устанавливают аппараты для декристаллизации структуры в результате этого маргарин при хранении менее подвержен образованию твердых кристаллических модификаций используя способность жиров и маргарина к переохлаждению получают мелкокристаллическую структуру обладающую высокой пластичностью легкоплавкостью хорошей консистенции и необходимыми органолептическими свойствами основным аппаратом при производстве маргарина методом переохлаждения является переохладитель обеспечивающий тонкое эмульгирование охлаждение и механическое обработку маргариновой эмульсии широкое распространение получили трех и четырех цилиндровые переохладители рассматриваемой схеме используется четырех цилиндрический переохладитель который состоит из нескольких одинаковых цилиндров теплообменников работающих последовательно основными узлами переохладителя являются блок цилиндров и аммиачная система охлаждения цилиндр 4 представляет собой теплообменный аппарат типа труба в трубе с изоляцией 8 первая внутренняя труба 2 является рабочей камерой в ней находится полый вал 5 в которой вводится горячая вода температурой около 50 градусов для предотвращения налипания маргариновой эмульсии на валу 5 по всей длине крепится 12 ножей 7 с диаметрально противоположных сторон закрепление ножей не жесткое они могут иметь некоторое смещение вертикальной и горизонтальной плоскостях при частоте вращения вала 8,33 секунды в минус 1 под действием центробежной силы ножи 7 прижимаются к внутренней поверхности трубы 2 пространство 1 между трубами 2 и 6 представляет собой испарительную камеру 7 в которой находится желоб 3 для охлаждающего жидкого агента аммиака благодаря охлаждению в результате испарения аммиака маргариновая эмульсия кристаллизуется на внутренней поверхности трубы 2 и равномерно снимается со стенок ножами температура переохлажденной маргариновой эмульсии на выходе из третьего цилиндра 12-13 градусов цельсия производительность трех цилиндрового переохладителя составляет две с половиной две целых восемь десятых тонн в час четырех цилиндровый охладитель имеет четыре цилиндра работающих последовательно устройство цилиндров холодоснабжения такие же как и в трех цилиндровом охладители производительность до пяти тонн в час а в начальный период работы линии когда еще не установился стабильный режим маргариновая эмульсия из переохладителя 23 направляется в бак возврата 31 когда температура переохлажденной маргариновой эмульсии на выходе из четвертого цилиндра достигает 12-13 градусов цельсия ее подают на два кристаллизатора 28 для разделения переохлажденной маргариновой эмульсии на два потока и равномерный податчик двум кристаллизатором 28 устанавливают распределительное устройство 30 основными узлами которого являются привод и пробковый кран последний состоит из неподвижного корпуса с двумя патрубками через которые маргарин поступает в трубопроводы подающие его к кристаллизатором пробка имеет на цилиндрической поверхности окно которое при ее вращении совпадает с отверстиями патрубков на корпусе продукта вводится в торцовую часть неподвижного корпуса для получения необходимой кристаллической структуры требуемой твердости однородности и пластичности для фасовки маргарина в линиях производства твердого маргарина устанавливают кристаллизатор 28 в которой эмульсия подается через фильтры структураторы 29 основные узлы кристаллизатора это фильтр гомогенизатор и несколько последовательно соединенных на фланцах цилиндрических секций фильтр служит для улавливания случайно попавших в эмульсию механических примесей и ее дополнительной обработки внутренняя полость входной секции 13 кристаллизатора 11 выполнена в виде конуса другие секции представляют собой цилиндры соединенные переточными каналами 12 для обогревающей воды маргариновая эмульсия поступает через патрубок 1 диаметр кристаллизатора больше чем диаметр подводящего патрубка поэтому снижается скорость движения эмульсии и она медленно передвигается к выходу и далее через коническую насадку 4 поступает формующую камеру фасовочного автомата температура маргарина на выходе из-за кристаллизатора несколько возрастает вследствие выделения теплоты кристаллизации и составляет 16-20 градусов цельсия на последней секции 3 кристаллизатора установлено компенсирующее устройство для преобразования непрерывного процесса получения маргарина в периодический при подаче его на фасующий автомат работающий циклично компенсирующее устройство состоит из корпуса 6 подвижного поршня 10 и неподвижного шпинделя 9 последний соединен с воздушным регулятором давления 8 к которому по трубе 7 подводится сжатый воздух при превышении давления на выходе из кристаллизатора поршень 10 поднимается открывать выходной канал 5 и часть маргарина отводится в бак возврата кристаллизаторы можно размещать горизонтально на стойках 2 вертикально или горизонтально над фасующими автоматами 26 для подачи эмульсии от смесителя 17 в переохладитель 23 до фасовочного автомата 26 в линиях производства маргарина устанавливают насос высокого давления 22 максимальное давление 6 мегапаскаль что обеспечивает нормальное функционирование линии и дополнительное эмульгирование стабильная работа насоса высокого давления действующего под заливом поддержание постоянного уровня маргариновой эмульсии в смесителях в линии производства твердого маргарина обеспечивается уравнительным бачком с наклонной пропеллерной мешалкой с электродвигателем и редуктором постоянный уровень регулируется поплавковым регулятором прием эмульсии производится поочередно из двух смесителей для фасовки маргариновой продукции используют пергамент копировальную фольгу бумагу с покрытием из полимерной пленки и полимерную пленку пакеты коробочки и стаканчики из полимерного материала наиболее эффективной при фасовке твердого маргарина является кашированная фольга тара в виде стаканчиков коробочек экономично и целесообразно при фасовке низкоплавких и высокопластичных маргаринов на маргариновых заводах для фасовки маргаринов пачки массой 200 250 грамм установлены фасовочные автоматы фирмы бенхель производительностью 95 210 пачек в минуту основная часть такого автомата непрерывно вращающийся барабан шестью фасующими камерами с поршнями поршень отводится назад когда камера находится под питающим от трубопроводом и после ее заполнения продвигается вперед проталкивая сформированный брусок маргарина в завертывающую секцию для автоматической укладки пачек маргарина в короба устанавливают автомат 24 для раскрывания короба и укладки в него пачек маргарина он связан с фасовочным автоматом транспортером 25 плоские заготовки коробов 30 штук штабелем закладываются в укладочную машину во время работы нижняя заготовка передвигается в секцию формирования сформировавшийся раскрытый короб перемещается в секцию загрузки пачки маргарина из фасовочного автомата попадают на ленточный транспортер движутся по нему непрерывно и поступают на приемную площадку секции загрузки после набора четырех рядов пачек они перемещаются в кассету на которую предварительно надет короб после заполнения пачками продукта короб автоматически заклеивается избыток продукта отводится через компенсирующее устройство 27 в бак возврата 31 откуда расплавленная эмульсия насосом 32 перекачивается в третий смеситель 17 при выработке маргарина в монолите переохлажденная эмульсия минуя распределительное устройство через фильтр 35 поступает в декристаллизатор 34 в котором в результате выделения скрытой теплоты температура маргарина повышается на 2-3 градуса из декристаллизатора маргарин направляется в автомат 33 для наполнения и взвешивания коробов вначале до достижения необходимых параметров маргариновая эмульсия поступает в бак возврата 31 короба с продуктом по транспортеру идут на обандероливающую машину и затем на склад готовой продукции основные технологические параметры работы линии представлены в таблице на слайде вы посмотрели видео лекцию по теме машинно-аппаратурная схема линии производства твердых маргаринов благодарю вас за внимание делитесь этим видео в ваших социальных сетях распространяйте его подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик уведомления о новых видео желаю вам успехов и до новых встреч